Так или иначе, если эти мотоциклы кто-то купил, то рано или поздно их кто-нибудь продает, а если кто-то продает их, рано или поздно кто-то покупает. Маркетологов ход, привлечение, то есть надо было что-то изменить. Если его на воде не гоняли, то проблем не будет. Электрика, блоки, мозги. Здесь просто надо понимать ту грань, когда мотоцикл надежный и мотоцикл старый, потому что разрушается все. Привет, друзья! С вами канал ProGPen, я Илья Сплин. У нас продолжение технического видео с прошлой недели. Видео не развлекательное. Мы говорим про особенности эксплуатации и надежность мотоциклов. И сегодня мы с вами поговорим про Honda CBR 1000 RR, начиная с своего первого поколения и заканчивая последними. У нас в гостях наш механик нашего сервиса, который до этого 5 лет работал механиком команды в РСБК. И у него огромный опыт в ремонте и обслуживании спортбайков. Механика зовут Саша. Привет, Саша! Всем привет! В общем, поехали! В 2004 году на замену вот этой замечательной, не очень, CBR 954 RR, выходит CBR 1000 RR Fireblade. И поехали говорить про то, что с ней не так, а что так, насколько она надежная. Начинаем с двигателя. Скажем так, первые две модели, которые у нас шли 4,5 и 5,7, не достаточно были реальности надежной. Вот эти вот, скажем так, стрички. У них, как таковых, прям вот откровенных болячек не было. Если сразу перейти к следующему... Сейчас, сейчас мы к ним перейдем. Да, хотя бы про особенности эксплуатации. То есть там в любом случае что-то возможно было, тем более в 6-м году, там нормально доработали с точки зрения мотора, подвесок, маятника, мотоцикл. Вот. И там, ну, по-любому какие-то особенности у него есть. Если мы их даже в 600 нашли. Ну, как, у него болезни, как бы, не болезни, а особенности эксплуатации. Опять же, генераторы отлетали. Просто потому, что заряжали севшие аккумуляторы? Да. Ездили на убитых аккумуляторах. Заряжали, когда аккумулятор разряжен был, пытались зарядить его мотоциклом. Так же они перегревались, так же они отгорали. Устранение так же в районе 6-7 тысяч рублей? Перемотка, замена на неоригинальный, замена на оригинальный, вариантов куча. С помпами то же самое, что на 600-ках? Да, помпы более чем живучие, реально, чтобы вот, прямо они так отъезжали. Если его на воде не гоняли, то проблем не будет. Коробки? На них коробки были более чем надежны. То есть такого, как на 600-ках, со второй передачи там не было? Уже в силу, как бы, именно кубатуры, они, соответственно, более ресурсные. И с ростом пробега у них все же от качества масла, чистоты его замены, и, опять же, чистоты в плане не насколько часто меняют, а насколько это делают чисто и аккуратно, у них так же умирали масляные насосы. Умирающий масляный насос на литре приводит сразу, прям, еще сразу, пока, грубо говоря, не забыл, некачественные масляные фильтры. А такое прям бывает? Бывает, когда люди пытаются сэкономить, покупают фильтры в непроверенных, скажем так, местах, где-то подешевле. Если стандартные такие итало-китайские, что-нибудь типа Хифла, это окей? Ну, опять же, главное не нарваться на подделку, то есть покупать у каких-то проверенных поставщиков, у крупных магазинов. И что дает нам убитый фильтр или паленый фильтр? Падение давления масла и проборота шатунных кладышей. Ну, фильтры, насколько я знаю, по опыту эксплуатации старых ведер, там, формата автомобилей, в принципе, когда у тебя даже нормальный фильтр, но ты что-то не так может быть с мотором, да, его иногда забивает, и у тебя там начинает загораться лампо давления масла, грубо говоря. То есть, здесь есть такая история, что там может что-то не так... Падение масла загорается уже намного после того, как услышан шум из мотора, не характерный для его работы. То есть, датчик там немножко... Датчик там расположен сразу, фактически, после масляного насоса, в главной масляной магистрали, которая на коленвал уйдет, и, соответственно, он очень поздно срабатывает. То есть, там достаточно все миниатюрное, и зазоров для ухода масла, даже без вкладышей, датчик не горит. С точки зрения надежности самой ЦПГ на вот этих двух поколениях? Она некосильная, она по Польше 80 тысяч выхаживает совершенно спокойно, причем даже уже со стертым некосильным мотоцикл все равно продолжает ездить, но он, конечно, уже жрет масло ведрами. Но это уже не режим нормальной эксплуатации, конечно, об этом говорить. То есть, у них есть проблема с масложором, как у тковых, у литров? Даже 5-го года, 5-го, 6-го, 7-го? Нет, это уже на больших пробегах, когда уже просто покрытие стирается. А большой пробег для него это? От 80 тысяч. Но, опять же, литры фактически не доживают до этих пробегов. Умирают раньше? Да. Физически? Да, именно от физического воздействия асфальта, отбойников, машин. По охлаждению, помимо помпы, все окей, да? Опять же, если не считать старых шлангов... Нет, они типа нагружены, и там по-хорошему, конечно, антифриз почаще сократить интервал замены, то есть, раз в сезон менять. А если мы говорим про обслуживание мотора как таковое плановое, то есть, это цепь, это клапана, какие там соблюдаются? Здесь более массивно, все же, чем в 600-ке цепь, говорим, она здесь шире, ходит она подольше, то есть, здесь уже 30-35 тысяч, имеет смысл посмотреть ее. Желательно заменить, заменить, опять же, в скупе вместе с натяжителем, то есть, не вот это вот полумерой, как бывает, что цепь уже растягивается, меняют там натяжитель, и думают, что все ок, нет, надо менять все в сборе. Дольше проходит, и меньше ремонт. Вплоть надо обращать внимание, у них было... То, что у них, если попало на подизношенную цепь, подъедает звезды распредвалов. То есть, возможно, просто обратить внимание на износ зубьев и их заменить вместе с цепью. Электрика, блоки, мозги, какие-то нарекания имеют на этих мотоциклах? Нет, как таковое, вот, честно, не встречал, чтобы по электрике на этих мотоциклах что-то прям так поваленное. Подвеска, маятник? Никаких особо. Вот по подвеске, опять же, по передней вилке реально плановое, то задние амортизаторы, ну, они все текут тут. Они текут от времени, они текут от времени стояния мотоцикла, от условий хранения мотоцикла зимнего. Когда мотоцикл стоит на холоде, как бы... По замене на БУ также в районе 7 тысяч БУ, в районе 10 переборок. Подороже, там, да, где-то в районе к 10 тысячам. Но, опять же, с БУ ситуация такая, что где гарантии того, что это будет с рабочего мотоцикла? Но перебирают в Москве. Да, но их можно перебрать. Меняли в рестайлинге шестого года маятник на более легкий. Его меняли просто с точки зрения управляемости и уменьшения неподрессоренных масс? Или это как-то сказалось на надежности? Или что-то было не так с моей... Сказалось, это действительно чисто, на самом деле, дальше больше не совсем инженерное, а маркетологов ход привлечения. То есть надо было что-то изменить. Там не столь существенно, скажем так, чтобы рядовому пользователю, особенно пользователю, который использует данный мотоцикл в городе, на него повлияло это. Были доработки по клапанам, двойные пружины на впуск были поставлены... Да, извини, перебил. Они увеличили диаметр впускных клапанов, соответственно, клапан стал тяжелее, и перестраховались, поставили просто две пружины. То есть они тоже ничего не лечили, грубо говоря, было нормально, сделали просто лучше? Да, поскольку было увеличено, увеличилась масса, соответственно, надо было как с этой массой бороться, дабы не было подвисаний клапанов. Плюс, насколько я помню, они в этих годах еще увеличили обороты, подняли максимальные. Да, чуть отчетчиво сильно. Да, и поэтому здесь уже перестраховались. Раз про вот эти два, самый первый его рестайлинг мы поговорили, давай перейдем к тому, к чему ты рвался больше всего, это восьмой год. Да, мотоциклы восьмого года. Честно, мое мнение, именно восьмой год. Там, на всякий случай, поменен мотор, он вообще полностью новый мотор. Там, думаю, все звучит очень круто. Новая рама, как бы, мотоцикл выглядит абсолютно иначе. Основная проблема этого мотоцикла, первая, это масложор, это конструктивный просчет инженеров, была отзывная комиссия по этим мотоциклам, в девятом году ее уже на заводе исправили, как бы с девятого года этой проблемы нет. У них меняются поршня, и, соответственно, масложор пропадает. Масложор там в районе двух-трех литров был. То есть, там просто поршни неправильно считали? Да, да. Там были просто меньше, чем необходимо, диаметр маслозгонных отверстий под маслосъемными кольцами. Так или иначе, если эти мотоциклы кто-то купил, то рано или поздно их кто-нибудь продает, а если кто-то продает их, то рано или поздно кто-то покупает. Грубо говоря, покупая восьмой год, как можно определить, заменялись ли поршни на этих мотоцикл? Он либо ест масло, либо нет. А ты при покупке, ну, он может дымить, конечно, как паровоз? Ну, они не дымят, их прохватывает. Здесь либо подтверждение, либо стоит отказаться от этого мотоцикла. Понял. Просим чеки. А за меня. Ладно, продолжай. Дальше у этого мотоцикла была еще глобальная проблема с корзиной сцепления. Корзина сцепления имела относительно ступицы, соответственно, с шестерней некоторое смещение. И сопряжение коленвал-корзина, шестеренчатая, соответственно, передача момента от коленвала на коробку передач, у них имело смещение, и шестерни, соответственно, прилегали не полностью. Корзина при этом гремит, то есть на звук это слышно. Если она загремела, замена одной корзиной ситуацию не исправит. Замена коленвала. Шестерня на коленвале выполнена как единое целое, шестерня-коленвал. Соответственно, здесь уже другие деньги, тоже от такого мотоцикла просто стоит отказаться. Просто, на всякий случай, страшилка. Сколько это стоит? Это от 150 тысяч, потому что только коленвал стоит 80. Плюс работы по замене, плюс корзина. В районе 35 тысяч. Не самая удачная покупка. Да, здесь можно попасть. Попасть, к сожалению, очень негуманно. Потому что мотор на этот мотоцикл, опять же, мотор будет в состоянии кот в мешке, будет стоить вот 150 тысяч рублей. Все, что предлагают вам за 80-90, это все вот такие экземпляры. По коробке что-то стало хуже? Также кардинально стало хуже. Третья передача, шестерня разрушается. Даже при городской эксплуатации, неудачное переключение на пониженную передачу, там сбиваешь с шестой до третьей, второй где-то, и вторая, прошу прощения, третья передача просто развалится шестеренка. Стоимость переборки коробки. Все зависит от того, там выкрашивал зуб, трещина, либо вообще шестерня развалилась. Да, вариант лайт и вариант хард. Вариант лайт это от 30, хард мы приближаемся к 100 тысячам рублей. Поскольку идет замена копирного вала, замена коробки полностью в сборе. Потому что разрушается все. Разрушается первичный, промежуточный, вторичный вал, подшипники, продукты износа коробки также уходят в масляный насос, поршневая. Ну, шатун, кривошипно-шатунный механизм, соответственно, тянет за собой. Ну, до головки не успевает долететь, просто потому что уже передачи не включаются от слова совсем. По охлаждению прибавилось там проблем? Ну, так же, как у предыдущего, мотор типа нагруженный. Следует обращать внимание на частоту радиатора и почаще менять антифриз и использовать антифриз с высоким классом допуском. По электрике? Как таковых у него прям таких родовых болячек не было по электрике. Здесь хватило на этих моделях, в общем, блока двигателя, коробка. А подвеска? Подвеска вполне удачная. Как бы адекватно работает, какого-то там особого к себе внимания не требует, то есть обычная картриджная вилка. В девятом году немножко поработали над ошибками и добавили комбинированную АБС на этот мотоцикл. Принесла она там своих каких-то проблем, кроме стоимости обслуживания? Опять же, просто стоимость обслуживания, то есть там блоки на них никак себя по-плохому не проявляли. Нет, есть, конечно, экземпляры, у которых они ломались, но это скорее из рядом он выходящие. Потом, по поводу коробки, еще это не только на восьмом году, это девятые, десятые годы именно у этих моторов встречались достаточно часто. В десятом они очередной раз, они все время обновляли модель своих спортов, я не знаю, почему это, с чем связано, видимо, работают над ошибками. Они опять выпустили очередное обновление, сделали там более легкий маховик. Исправили ли они что-нибудь в десятом году из того, что... Там уже перестали болеть корзины, там уже понадежнее чуть коробка, то есть они увеличили третью передачу именно саму шестерню просто в размерах. Скажем так, они увеличили толщину ее, то есть уже стало полегче чуть-чуть. Но все равно мотор вот у них, у литров этих годов, он не самый, не эталон надежности. То есть если на мотоцикле более-менее агрессивно ездить, он может в любой момент совершить неприятные постукивания или хрусты. То есть здесь, к сожалению, прям такой четкой систематики по пробегу сказать нельзя. А по проблемам что-нибудь прибавили? Нет, они поубавили, но все равно как бы это не лишило мотоцикла каких-то врожденных недостатков. Прошло, собственно, два года и они опять в очередной раз обновляют CBR, добавляют туда новую подвеску, добавляют туда там LCD-дисплейчик. Ну и по мелочи, там, да, там по колесам что-то удалось им что-то поправить или там все оно же, все то же? Нет, там уже стало поинтереснее, там понадежнее стал двигатель. Единственное, возникали проблемы с приборками, колеса стали менее прочные. Поменяли. Да, то есть у 12-спицевых колес, то что на них появились, на стыках асфальт надо быть поосторожнее. То есть все, что поменялось, новое, да, приборка, колеса. Да. А подвеска новая. Нет, подвеска у них стала плюс-минус как у 600-ки, то есть они шоу туда поставили, она стала интереснее. То есть в плане управляемости, в плане набора регулировок она стала более чувствительна. А в плане надежности? В плане надежности там ничего не поменялось, как бы, ну здесь к подвеске у них особых претензий никогда и не было. Ну и собственно из более-менее старых мотоциклов, 14-й год, это финальное обновление, поясня было только в 17-м, что нам принес 14-й год с точки зрения надежности? А там особо сильно уже ничего не изменилось. Ну там с точки зрения посадки там были изменения, немножко мощности. Ну а что-то кардинально, каких-то вещей на них не было. Был вариант СП выпущен, то есть там в принципе ничего? СП это уже больше, ну, килогический ход такой. То есть чисто маркетинг? Да. То есть грубо говоря, все это поколение там с 8-го по 14-й, это один большой провал с уменьшением степени этого провала к этому самому 14-му году. Да, ну они, конечно, работали над ошибками, но с предыдущим, конечно, по надежности мотоцикл не сравнится. Но это на самом деле, если честно, это не призыв к действию, что покупайте там старый FIRE. Здесь просто надо понимать ту грань, когда мотоцикл надежный и мотоцикл старый. И проблема, когда техника в общем надежная, возникает еще у людей, ну, в силу нашего там российского менталитета, да, то, что его можно отжимать. И за это ничего не будет. Будет только следующему хозяину. Люди, наслушавшись, то там, а, вот эта Honda, там она гипернадежная, их начинают замучивать в состоянии, когда просто уже нецелесообразен ремонт. Когда целесообразно, и считаешь ли ты в принципе целесообразным покупать этот мод 14-го, 15-го, 16-го года, это вот в 17-м опять там редизайн был. Когда это целесообразно? На каком пробеге? Или лучше не искушать и купить себе что-нибудь другое? По пробегам? Да на самом деле на них скрывалось обычно все тысячам там к 10-ти, к 15-ти. То есть уже учитывая, что им будет там 5 лет, 7-ти? Здесь дело не совсем в возрасте, здесь дело именно было в пробеге. Ну, я думаю, что просто они приезжают больше тысячи в год, там, да, больше двух. То есть, грубо говоря, там уже там на 10-15 тысяч начинается проблема, и дальше это будет мотоцикл, скорее всего, проблемный, дорогой в содержании. Да, либо проблем нету, как бы, но все равно бы данные модели я бы уже не рекомендовал к покупке. То есть, может рассмотреть какие-то варианты, потому что ценовая политика компании несколько изменилась, и нет того, что можно было купить, скажем так, был выбор, что он там недорогой, и можно смириться с чем-то, потому что есть у него конкуренты, которые менее проблемные, а могут доставить даже больше удовольствия от пилотирования. Смотри, в 17-м году очередное обновление, там газ по проводам добавили, много плюшек, переработали, в свою очередь опять мотор. Ты имел дело вот с этими мотоциклами? Они вот только-только, на самом деле, приехали на трек, их сразу начали сравнивать с СРРами и называть их пародией на СРР. Это с точки зрения гонщиков? А с точки зрения надежности там тоже пародия на СРР? Их очень мало выяснилось, что-то объективно, прям вот такое по ним сказать не могу. Последний он так как-то прошелся вскользь. В городе, понятное дело, они ездят, но еще люди обслуживались у дилера и к нам не заезжали. В прошлом выпуске у нас есть очень интересный разговор по поводу того, как мотоциклы ездят по треку, там пару сезонов, потом переобуваются во все штатное, там и продаются, и как на это не попасть. Поэтому, если вам интересно и вы не смотрели прошлый выпуск, я думаю, все то же самое в полной мере касается и литров, то, что шестисоток. Поэтому посмотрите прошлый выпуск, в описании на него ссылочка и там подробно про это рассказано. В принципе, вот как мы резюмировали, можно их брать, если они найдутся живые. А их вообще реально найти живые до восьмого года, как ты считаешь? Да, не встречаются. Даже в Москве встречаются. Несколько экземпляров видел, прям реально в очень хорошем состоянии. Мотоциклы были там с пробегом 10-15 тысяч километров. Это там седьмого года? Да. Это должно повезти. А люди просто держали их, как дорогую игрушку. При этом с шестисотками, судя по тому, что ты сказал, такое сложнее встретить. Литр более осознанный выбор. Все же. Мотоцикл, если шестисотка гладкая и податливая, то есть как бы и девочки берут, и начинающие пилоты, то с литром он уже может сюрпризы в плане управления. Достаточно агрессивный мотоцикл. Понял. А если он с небольшим тюнингом, то он становится очень даже конкурентоспособен. Значит, если у человека есть ограниченный бюджет, по сути говоря, да, и он смотрит себе мотоциклы 5-7 года, то лучше, скорее всего, брать литр и будет проще найти его, в принципе, вообще живой. Да. И особенно вот как раз именно 5-7 у них самый удачный он все же. А если он уже посимпатичнее, визуально, посимпатии, подороже, то с шестисотку, да, если уж мы рассмотрим именно Honda сейчас. То есть, если мы хотим свежий, там, грубо говоря, 10-го, 12-го, 13-го, 14-го года, то... Да, там уже лучше уходить в шестисотку, она как бы в разы надежнее, а эмоции от управления, я не думаю, что она прям сильно уступит литкам. В общем, поговорили про надежность литровых CBR-ов, дальше нас ждут Yamaha, R1, R6, потому что Саша тоже имел с ними много дел. Это будет, скорее всего, через неделю или, может быть, чуть позже, но в любом случае эти ролики скоро появятся у нас на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok